Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас видео вопрос-ответ. Во вкладке сообщества после первой части были еще вопросы, поэтому давайте отвечать по порядку. Так, Мария Селезнева. Светлана, здравствуйте! Мне очень нравится ваше видео и хотела узнать про репейное масло от Фаберлик. Можно его брать или нет? Спасибо заранее. Мария, конечно, можно, а почему нельзя? Обычное репейное масло. У нас, по-моему, их сейчас там два, если я не ошибаюсь, вида. И одно с перцем. Оно действительно жжет, но когда наносишь на мокрую кожу головы. Если наносишь на схуй, оно не так печет. Мне нравится, оно работает хорошо, оно действительно работает, улучшает кровообращение, да? Поэтому почему нельзя? Конечно, можно. Так, Ирина Ирина. Светуля, добрый денек, но расскажи Забиоси косметику. Как вам, какие эффекты? Видели, что в фаворитах? Ну, всё, что я пробовала, если честно, нет желания пробовать больше ничего. Но я буду потихонечку, может быть, что-то брать, чтобы составить впечатление, рассказать вам. Ну, пенка вот нормальная, да, пенка. Пенка нормальная, она и макияж снимает, и вроде как не пересушивает кожу. Запах неприятный, ну а так по эффекту нормально. Декоративку, если честно, желание после отзывов блогеров, как бы, да, и консультантов брать нет. Потому что вот Женя моя тестировала, мой консультант, она, у неё ролики, кстати, есть на канале, да, про декоративку. И я ей верю, у неё всегда тоже честное мнение, ну, деньги на ветер. Ладно бы она хотя бы была такой ценовой категорией, как Фоберлик, но там же такие цены космические. Поэтому никаких фаворитов у меня нет в Биоси, честно. Фоберлик моё всё, моя любовь. Никита Сафонов, приветствую. Светлана, расскажите за Биоси, что понравилась неразочарованная Биоси. Тот же вопрос, да, разочарованная. Разочарованная. Если бы это была хорошая косметика, они бы не присоединились к Фоберлик. У них были бы хорошие продажи, как минимум, мне кажется, да. Поэтому разочарованная. Лариса Корнаушенко, кем работает ваш муж? Мой муж работает железнодорожником. Так, следующий вопрос сейчас, девчонки. Пока в Ксюшином планшете разберусь. Так, имя не буду коверкать. Геворг. Привет из Армении, Светлана. Я очень люблю ваш канал и спасибо, что вы отвечаете на мои вопросы. Не знаю, опоздал ли я с вопросами, но у меня вопрос. Уикенд, ночная маска, сколько раз в неделю можно использовать? Спасибо вам и доброго дня. И вам спасибо за вопросы. Привет Армении. Сколько хочется, столько и можно. Это ночная маска, она просто называется ночная маска. На самом деле это у нас с вами, грубо говоря, ночной крем. То есть можно использовать на ежедневной основе. Я так и делала. Вероника, Светланочка, сделайте обзор. Обзор, если у вас из Ивана елочные игрушки, предметы интерьера. В Иване раньше были классные елочные шары. Спасибо. Нет, у меня из Ивана таких вещей нет, поэтому обзор делать не на что. Так, еще Ириночка, Светочка, хорошего дня. Я жду обзор ваших коллекций игрушек Фаберлик и елочных шаров. Спасибо. Постараюсь, постараюсь, постараюсь найти все игрушки Фаберлик и сделать какой-нибудь к Новому году тематический обзор. Будем с вами заряжаться новогодней энергетикой, да, потому что, потому что и так время тяжелое, и хочется действительно вот, чтобы настроение было праздничное, да. Так, дальше. Наталья, здравствуйте, Светлана. У меня вопрос, Кристюша похожа с Кристиной? Кристюша с Кристиной. Кристюша с Ксюшей, наверное, да, в младенчестве. Внешне по характеру, а то все про косметику, хочется немного о детях. Здравствуйте. Чем-то похоже, наверное, больше по характеру, такая же болтушка, а не все в меня в этом плане. Внешне, да, есть сходство. Мне показалось, когда она родилась, что вообще очень похоже одно лицо, но сейчас она становится больше похожа на меня. Если Ксюшка на мужа, то Кристюшка больше становится похожа на меня, да, сладкий? Ну, конечно, ела, да. Да, да, вот нам голос подала. У нее глаза какие-то стали непонятного цвета. У Ксюши они всегда были такие ярко-синие, как у мужа и у свекрови. А у Кристюшки они сейчас такие какие-то зеленовато-болотные, по контуру ярко-синий кружочек, а внутри они болотные и как-то вот уже, наверное, хкарим стремятся, мне кажется. По характеру похоже. Они, в принципе, вот говорят, один ребенок, если беспокойный, второй спокойный. Если один бешеный, второй спокойный. Если первый спокойный, второй бешеный. Нет. У меня обе спокойные девчонки. Ну, активные, конечно, но в плане там выспаться ни с первой, ни с второй проблем не было. Да, поэтому по характеру похоже. Активные болтушки такие энергичные, а вот внешне уже есть такие вот небольшие различия. Посмотрим, что будет дальше, потому что пока трудно судить. Мне кажется, вот года ближе, я просто смотрю, Ксюшки на фотографии висят, года ближе как-то будет более понятно. Так, Яна Болгару. Светлана, как ваш муж чувствует себя с тремя девочками? Хватает ли ему места и внимания? Или он теперь переночевать, или он только переночевать теперь возвращается на диван? Да, опять некорректный вопрос. Прекрасно себя чувствует твой муж с тремя девочками. Он безумно счастлив, он бежит домой с работы как можно раньше, как позволяет работа, да, скажем так, переночевать, домой на диван возвращается. Вы считаете, что какая-то нормальная женщина жила бы с мужем, которая возвращается переночевать? Откуда у вас вот эти понятия? Мне кажется, любая нормальная женщина такого мужа послала бы переночевать на другой диван. Да, кому такое счастье надо? Откуда у вас вот это вот, не знаю, я надеюсь, ваш муж так не делает, да? Поэтому всё прекрасно, он в малине, как и мой папа, собственно говоря, у него тоже две девочки, он жил с тремя девочками, счастлив, безумно. Девчонки, это же счастье. Я вот мальчика, если честно, не хотела. Я не хочу никого сейчас обидеть просто, ну, девчонки, ну, это же девчонки. Ну, они всегда с мамочкой, они всегда с папочкой, они всегда помогут в любом возрасте. Как бы, ну, хотя и от человека это тоже зависит, ну, я в общем, скажем так, да? Они нежные, они ласковые, они тянут свои нежные ручки к папочке. Поцелуйчики, вот это всё. Ну, как может быть мужчине с тремя женщинами дома плохо? Вы что? Так, название канала состоит из цифр. Светик, как вы решились на второго ребёнка? Реально даже одного тяжело поднять. Почему тяжело? В смысле тяжело? Опять вот всё про финансы, да? Ничего не тяжело? Вообще не тяжело? Абсолютно? Поднять. Что значит поднять? Вводить к дорогущим репетиторам, дать ему образование, а потом он отучится один курс и скажет, там, мама, я стал блогером, или я стала, или, мам, ты вообще меня направила не туда, я этого не хочу, у меня другая цель в жизни. И пофиг, что ты миллионы вложила в репетиторов, там, и так далее. Ну, вот, к чему-то уже не могу понять. А у второго ребёнка я и на третьего решилась бы, и на пятого. Опять вот как-то затрагивается финансовый вопрос. Мне кажется, узко мыслите. Ну, вот реально, узко мыслите. Прежде всего, должно быть счастье, гармония, давать детям любовь, давать детям какие-то знания именно вот по жизни, да? Как правильно поступать, как неправильно. Это не требует никаких финансовых затрат и вложений. Почему тяжело ребёнка поднять, я не могу понять. Вы не владеете, не знаю, мастерством воспитания, вам нечего дать ребёнку, почему тяжело поднять. Абсолютно не тяжело поднимать детей, не надо затрагивать финансовую сторону. Если вы там имеете какие-то поборы в виду в садике, в школе, то это всё у нас, допустим, тоже чисто символический характер носит, совершенно не обязательно. У нас кто не хочет сдавать, тот не издаёт тупо. Я против этого, но у нас есть и такие граждане, скажем так. Вот, поэтому я не решалась, я знала, что будет, и всё. Дети – это прекрасно, дети – это цветы жизни. Когда дети в доме, в доме счастья, не когда деньги в доме, когда деньги в доме – это тоже хорошо. Когда дети в доме, вот где счастье, когда гармония у вас в семье и так далее. Так, Наталья, нет, это я опять туда вернулась, девчонки, сейчас перелистнусь. Светочка, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой ночной и дневной крема для вас самый подходящий с Фаберлик? Просто я новичок, очень люблю ночные и дневные крема. А с каких начать, не знаю, помогите, пожалуйста. Я могу, Светлана Бердина, советовать миллион кремов из Фаберлик вам, но я не знаю, какая у вас кожа, какой у вас возраст, понимаете? Мне очень нравится Global Oxygen, подходит почти для любого возраста, для любой кожи, так же, как и Weekend. А так нужно исходить, смотреть из потребностей. Если есть у вас морщины, значит, смотрим на серию с ретинолом. Очень хорошие, особенно шприцы, они работают. Пока делаешь, работают, пока перестаешь делать, морщины опять на месте. Ну, хотя есть небольшой накопительный эффект, но работает, по крайней мере, да? Если кожа сухая, опять же, выбираем, значит, что-то для сухой кожи. Фаберлик, очень много кремов потрясающих. Мне они безумно нравятся и подходят даже больше, чем корейская косметика. Поэтому надо пробовать, все смотреть. Такая красивая, Юлиба пишет. Спасибо огромное. Анастасия Ларин, сколько вам лет? 36 лет мне, я не скрываю. Скоро будет 37 зимой. Так, сейчас, девчонки, я еще полистаю. Здравствуйте, Света, пишет Корса. Расскажите о доходе от Фаберлика. Из чего складывается, как вы преодолели самый первый уровень? Ой, чуть-чуть лятки. Здравствуйте, о доходе Фаберлик, как из чего складывается маркетинг? План есть на сайте, для кого-нибудь секрет, я сейчас вам не буду о нем рассказывать. Откройте, посмотрите, почитайте. То есть, вы со структурой делаете количество баллов определенное, и за это вам компания выплачивает объемную скидку. После звания лидер можно оформить самозанятость, что я, собственно говоря, сделала. И мне теперь каждый каталог, то есть, раз в три или раз в две недели, приходит зарплата на карту, да, уже на карту. Вот, поэтому вот из чего складывается. Как преодолели первый, самый первый уровень? Какой самый первый уровень? Консультант 3%, а что там преодолевать 100 баллов? Это легко сделать и самостоятельно. Зарина Ерденова. Светлана, а можно сделать, а что можно сделать от кругов под глазами? От кругов, от темных кругов вы имеете в виду? Если от темных кругов, то если это генетическая предрасположенность, и у вас тонкая кожа под глазками, и видны сосудики, и из-за этого темные круги, то вы ничего не сделаете, только замажете корректором, и все. А если они у вас являются от недосыпа, неправильного образа жизни, то надо спать, надо просто спать, хотя бы по 7 часов, скажем так, в сутки, да, и никаких темных кругов не будет. А если у вас это постоянно, то вы ничего не сделаете, хоть что делать. Есть девочки, знаю, у которых тонкая кожа под глазками, и просто вот сосудики, они проступают, из-за этого эффект такой, что вот темные круги под глазами. Только корректоры. И от этой же девушки вопрос. Здравствуй, Светлана, можно узнать, почему именно Фаберлик, а не, например, Арифлейм. Хочется ваше мнение о компании Арифлейм. Вы знаете, мне тоже интересно очень составить мнение о компании Арифлейм, но вот почему-то вот меня девчонки все отговаривают, говорят, что цены не совсем бюджетные, я частенько уже листала каталоги Арифлейм, и как-то вот, ну, совсем не бюджетные цены. А качество девочки говорят, что очень сомнительное. А меня Фаберлик, почему именно Фаберлик, почему именно захотелось туда и захотелось там? Ну, во-первых, у меня подружка Фаберлик, да, и мама ее держит в пункт выдаче. Но не это главное, потому что, мне кажется, российская компания косметическая вызывает больше доверия в людях, что ли, скажем так. Во-первых, во-вторых, ассортимент. Ни в одной компании нет такого ассортимента косметики для дома, декоративной косметики, одежды, аксессуаров, посуды и так далее ни в одной. Поэтому это интересно. Если выбирать Фаберлик с целью именно заработка, работы консультантом, то да, только Фаберлик, потому что, ну, там на одних сковородках можно сделать себе тысячу баллов за период, понимаете. Ассортимент, огромнейший выбор, компания российская. Тем более сейчас директор Фаберлик уже у нас в Думе. Доверие будет вызывать еще больше в народе. И он за нас, за людей, судя по программе, да, он пока единственный, по-моему, кто там за нас. У него очень интересная программа, мне она близка, она мне нравится на самом деле. Я такого давно не слышала среди депутатов. Поэтому, да, Фаберлик, естественно, Фаберлик, это наши. У нас цены адекватные на Фаберлик. Это Россия, ниоткуда не везут, там издалека нигде, там под полы не делают, потому что, как бы, Арифлейм, Эйвен не российские компании, а в итоге там где-нибудь в деревне под Саратовом производят на каком-то заводе. Понимаете, как, что, непонятно. Доверие у людей больше к Фаберлик. Если выбирать для работы, поэтому даже вот, не знаю, у меня никаких вопросов не возникало, потому что какая-то вот разница огромная, Фаберлик, либо что-то другое. Для меня лично, для меня все эти компании, они какие-то мутные. Я Фаберлик доверяю, да. Катя Зосимова, покажите вашу коллекцию игрушек Фаберлик. Постараюсь, Катя. Так, сейчас остались еще у нас с вами вопросики. Ну и все, вопросы закончены. По-моему, на все вопросы я ответила. Если они у вас остались, пишите, обязательно отвечу в комментариях вам. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю, целую, мои хорошие. Берегите себя.